МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ выпуск вечерних новостей. В студии Гульмира Тимиргалиева сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о важном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Образовательные реформы. В текущем году вузы страны перестанут выдавать выпускникам дипломы гособразца. Ловись, рыбка. В Толгарском районе запустят два проекта по разведению рыбы. Луч надежды. В Киенском районе открылся реабилитационный центр для особенных детей. Рыбную отрасль в Алматинской области намерены развивать в ближайшие два года. Так, в Толгарском районе в скором времени будут запущены два подобных проекта. Первый – казахстанско-чешский завод по разведению морской рыбы в установках замкнутого водоснабжения. Здесь ежегодно планируется выращивать до полутора тысяч тонн клариевого сама и барамунди. Стоимость проекта составит 20 миллионов евро. При этом доля иностранных инвестиций – почти 19 миллионов евро. Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы. Второй проект – возведение рыбного хозяйства запланирован в рамках государственно-частного партнерства. Здесь займутся разведением карпа, сазана и форели в объеме до 150 тонн. Завершение проекта ожидается к концу 2025 года. Переориентация на рыбоводство в области – одно из приоритетных поручений президента страны, ведь аквакультура – современный драйвер развития рыбной отрасли во всем мире. Финансировано мы планируем по сметной стоимости 400 миллионов, но это свои собственные средства. Со стороны Акимата идет очень хорошая поддержка. Они на сегодняшний день выделяют земли, но это земли как по инвестиционным проектам должны утвердить комиссия области. Я думаю, комиссия области пойдет навстречу, посмотрит проект, я думаю, они помогут и поддержат. С этого года вузы страны перестанут выдавать выпускникам дипломы государственного образца. Теперь документ об окончании высшего учебного заведения будет собственного образца. Об этом рассказал министр образования и науки. По словам Асхата Аймагамбетова, теперь работодатели будут обращать больше внимания на компетенции выпускника, а не на его диплом. При трудоустройстве главную роль будут играть репутация и имидж самого вуза. Дипломы фактически станут олицетворением успешности и узнаваемости высшего учебного заведения. В целях защиты прав и собственных интересов глава министерства призвал студентов обращать внимание на качество предоставляемых образовательных услуг. Ведь в условиях конкурентной среды для абитуриентов важно сделать правильный выбор вуза, поскольку от этого зависит дальнейшее самоопределение и трудоустройство выпускника вуза. Самостоятельные и независимые молодые люди с инвалидностью могут сами зарабатывать себе на жизнь. На это нацелен проект, реализуемый Общественным объединением Алпамыс города Талтыкурган. В рамках проекта запущена новая линия, пошив старинные казахской юбки Бельдемще в современной интерпретации. В общественном объединении Алпамыс кипит работа. Эти трудолюбивые женщины создают тёплые тапочки из войлока. А инвалид третьей группы Самалы Симбаева с удовольствием и огромным старанием делает панно под названием «Древо жизни». «Жизнь человека от рождения до смерти бывает разной – светлой, радостной и печальной. Всё это описывается на данном панно. К примеру, цветы – это радость в жизни человека, плоды – его потомки. Узор делается сухим валянием, цветными нитями мы создаём ветви дерева». Проект, направленный на социальную реабилитацию молодых людей с инвалидностью, в общественном объединении Алпамыс реализуется уже три года. Первоначально поддержку оказал фонд «Цорос Казахстан». На выделенные средства были закуплены материалы, проведено обучение. Сегодня общество обеспечивает себя самостоятельно. Готовые изделия, а это тапочки, жилетки, береты и платки, продают. А на вырученные средства закупают всё необходимое для дальнейшей работы. Благодаря этому люди с ограниченными возможностями чувствуют себя независимыми. В настоящее время здесь трудоустроено более 20 человек. «Родители молодых людей с инвалидностью и сами молодые люди с инвалидностью, в основном они. Ну и также многодетные, малоимущие мамы, которым некуда девать детей, они приходят вместе с детьми сюда и работают. Сейчас на данный момент у нас где-то работает, ну где-то, наверное, человек 25». Недавно в рамках проекта была запущена новая линия. «Это изделие называется бельдемща. Идёт ещё от наших бабушек. Оно согревает поясницу женщины, это оберегает женщину от любых простудных заболеваний». «Мы разрабатываем современный стиль этого аксессуара, который необходим в повседневной жизни. Их можно надевать поверх брюк, поверх платья, пальто. Ну, однажды, надеемся, когда-нибудь организовать дефиле и показать всем актуальность и современность этого древнего казахского аксессуара». Изделия, выполненные рукодельницами общества Алпамыс, сегодня весьма востребованы. А потому в планах у объединения, расширения и активизации деятельности не только в Талдыкургане, но и в регионах Алма-Атинской области. Надежда Белова, Абылай Кутырбай, телеканал ЖТСУ. Центр дневного пребывания для детей с особыми потребностями открылся в административном центре Кигенского района. Посещать его смогут дети от полутора до 18 лет, причем совершенно бесплатно. Теперь в центре УМЭТ Саулесе будут заниматься реабилитацией и социализацией ребятишек высококвалифицированные специалисты. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. В Кигенском районе насчитывается 87 особенных детей. 29 из них получают специальные соцуслуги на дому. Поэтому вопрос открытия реабилитационного центра в районе стоял очень остро. Об этом мечтали и родители особенной детворы. Они посетили торжественное открытие центра дневного пребывания в селе Киген и выразили слова благодарности областному и районному Акимату за услышанную просьбу. Одновременно здесь могут получать профессиональную помощь 25 детей. «Это радостное и значимое событие для всех нас – открытие центра для наших особенных деток. Раньше в нашем селе такого учреждения не было, поэтому я очень рада его появлению. Отдельное спасибо девушкам-докторам, которые всегда внимательны к нашим ребятишкам и никогда о нас не забывают». В центре созданы все условия для реабилитации детей. Здесь они смогут получать услуги дефектолога, психолога, заниматься лечебной физкультурой и посещать массаж. Услуги специалисты будут оказывать бесплатно. Здесь же для них будут организованы культурные и праздничные мероприятия. В центре дети с особыми потребностями будут проводить свой досуг с 9 утра до 6 вечера. Это будет удобно и для их родителей, считает руководитель областного управления координацией занятости и социальных программ Маржан Мурат. Взрослые будут иметь возможность работать или уделить время себе, что тоже очень важно, отмечает она. «Родителю не будет необходимости стоять в очередях и в рамках здравоохранения, допустим, получать все необходимые услуги для ребенка. Все данные услуги будут оказываться в этом центре. Центр оказывает услуги на бесплатной основе для родителей. Оплата производится за счет государственного заказа в социальной сфере, поэтому для родителей это будет абсолютно бесплатно. В будущем такие центры будут открываться во всех районах центра Халматинской области». В своем послании президент страны Касымжо Мартукаев призвал провести работу по максимальному охвату реабилитационными центрами детей с ограниченными возможностями. В Алматинской области уже утвержден план в этом направлении. В настоящее время поэтапно выполняются цели и задачи, поставленные руководством области. 12 единиц техники и 24 человека вызволены из снежного заноса на трассе Ушарал-Достык в Алматинской области. И это всего за последние две недели. Так, последний случай произошел 16 января. На 130-м километре трассы в снежном заносе застряли 9 грузовых автомашин, в салонах которых находились 12 человек. Спасательные подразделения ДЧС отреагировали незамедлительно. Однако добраться до терпящих бедствия удалось лишь вечером 16 января. И этой же ночью они эвакуировали 12 водителей в безопасное место на железнодорожную станцию Жалана Школь. Переждав ночь, спасатели вернулись к месту дислокации в селе Акши. Порывы ветра достигали свыше 25-30 метров в секунду. С начала зимнего периода по области было объявлено 8 штормовых предупреждений. В связи с метелями, буранами, порывами сильного ветра, которые являются постоянным явлением для автодороги сообщения Ушарал-Достык-Алакульского района, были произведены 12 закрытий автомобильной дороги данного сообщения. Кражу 12 баранов раскрыли полицейские Алматинской области. В конце прошлого года крестьянин обратился в отдел полиции Каратальского района с тем, что у него украли скот. Плюстители закона немедля принялись искать похитителя. Однако найти скотокрада оказалось задачкой не из простых. Лишь спустя две недели стражам порядка удалось выйти на след барым тача. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на днях был задержан уроженец Аксусского района. 29-летний подозреваемый дал признательные показания. Материальный ущерб, нанесенный хозяину, составил более 600 тысяч тенге. 29-летний подозреваемый дал признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 389, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. На сегодня личность задержанного проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ученик заминировал школу в Алматинской области. Взрыв может привести к гибели десятка людей. Такое заявление по телефону сделал неизвестный позвонивший в отдел полиции Панфиловского района. Сразу после сообщения на место прибыли наряд полиции, скорая, спасатели и саперы. Не теряя ни минуты, они оцепили территорию и принялись искать спрятанную бомбу. Как выяснилось, взрывчатки там вовсе не было. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что звонившим оказался 14-летний подросток. Горе-шутник не хотел идти в школу и позвонил с заявлением о бомбе. Имя и фамилия любителя взрывных шуток не разглашается в интересах следствия. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Назначены соответствующие экспертизы. После окончания следственных мероприятий материалы дела будут направлены в суд и будет принято процессуальное решение. В Нур-Султане полицейские задержали подозреваемого, обокравшего детский учебный центр, передает закон КИЗ. Как сообщили в полиции, добычей злоумышленников стали телевизор LG, принтер марки HP и микроволновая печь общей стоимостью 1 миллион 200 тысяч тенге. Установлено, что мужчина в ночное время путем отжатия окна проник в учебный центр, находящийся на цокольном этаже, где совершил кражу. Чтобы его лицо не распознали камеры виноблюдения, мужчина надел балаклаву, вывозил награбленное на такси, водитель которого ждал мужчину на соседней улице и ни о чем не подозревал. Несколько рейсов пришлось совершить преступнику, чтобы загрузить похищенные вещи в автомашину. При этом, чтобы не привлечь внимания посторонних, все эти действия совершались не спеша, сообщили в пресс-службе ТП Нурсултана. Тарифы на воду для сельчан станут дешевле. Государство будет частично субсидировать затраты на водоснабжение. Дело в том, что за оживительную влагу сельчане платили больше, чем городские жители. На ее стоимость влияла дороговизна строительства водопровода. Тянуть его в села далеко, плотность населения там сравнительно невысокая. Часть затрат будут покрывать за счет госказны. А чтобы перевод денег из республиканского бюджета в местные не заволокители, депутаты Сената приняли поправки в водный кодекс. Теперь правом утверждать тарифы будут наделены маслехаты. Кроме этого, в принятом законе прописано, что цена за воду не должна превышать средний республиканский уровень – 15 тенге за 1 кубический метр. Закон вступит в силу после его подписания президентом. Казахстан вошел в рейтинг стран с самой низкой минимальной зарплатой, передает Tengren News KZ. Со ссылкой на Pika.com сообщается, что в исследовании участвовало 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В исследовании рассматривались суммы нетта, то есть те деньги, которые работник реально получает на руки. Так, первое место антирейтинга возглавил Узбекистан, где минимальная зарплата установлена на уровне 57 долларов, что в тенге 23 883. На втором месте Нигерия – 71 доллар, соответственно 29 749 тенге. На третьем месте расположился Казахстан – 88 долларов или 36 872 тенге на руки. Самый лучший показатель среди 56 стран у Люксембурга, где минимальная зарплата составляет 2241 доллар, а это 938 979 тенге. За прошедшие сутки в Казахстане количество заболевших с положительным ПЦР на COVID-19 превысило тысячу. Число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в стране, по официальным данным, составило 169 099. По информации Минздрава, в настоящее время лечение от опасного недуга продолжают получать 24 875 человек. В стационарах находится 6 570 пациентов, лечатся амбулаторно – 18 405. Эпидемиологическая ситуация ухудшилась в Атыраусской и Павлодарской областях. Ранее они находились в желтой зоне. В красной зоне по распространению коронавируса, теперь вместе с ними Нур-Султан, Кустанайская и Акмолинская области. В желтой зоне сейчас остаются Алматы, Алматинская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. Другие регионы пребывают в зеленой зоне. В этом году массовые крещенские купания под запретом в Алматинской области. Ввиду того, что регион находится в желтой зоне, а областной центр в красной, массовые скопления людей недопустимы. Кроме того, места для купания оборудоваться не будут. Об этом заявили в ходе брифинга на площадке ЖИТУСУМЕДИА представители департамента по чрезвычайным ситуациям. Однако службам экстренного реагирования все равно придется дежурить на излюбленных жителями водоемах Семеречья. Они будут извещать население о запрете купания. Также спикеры напомнили, что погружение в прорубь не является церковным предписанием. Люди занимаются этим по собственной инициативе. Тем не менее, ДЧС предупреждает соблюдать элементарные правила безопасности на воде во время крещенских купаний. Нужно разогреться, сделать небольшую зарядку либо разминку, после чего только можно будет, желательно будет купаться в воде. Необходимо иметь не скользкую обувь на ногах, которая может быть легко снята. Желательно, чтобы с вами находился кто-то, кто мог, ваш друг, родственник, который мог бы вам подать полотенце после выхода из воды. Нужно будет растереться, постараться быстро одеться и пройти в теплое помещение, либо в машину. Не оставлять без присмотра ваших детей. Ребенок при купании может забыть о том, что он не умеет палать и принять попытки к тому, чтобы начать купаться. Десятки несчастных случаев происходят ежегодно в Казахстане из-за неправильного использования газовых баллонов. Некоторые из них заканчиваются травмами или даже летальным исходом. В целях недопущения подобных случаев Управление по чрезвычайным ситуациям Талдыкургана ведет постоянную разъяснительную работу с гражданами газовой службы, жилищной инспекцией и другими структурами. Важным аспектом профилактической работы является взаимодействие с КСК. Кооперативы обладают информацией о том, какие многоквартирные дома не подключены к центральному газоснабжению. Зачастую именно в них, вопреки правилам пожаробезопасности и нормам закона, используются газовые баллоны. В условиях пандемии организованная сотрудниками УЧС беседа с председателями КСК состоялась в онлайн-формате, в которой приняли участие жилищная инспекция и газовая служба города. Темой обсуждения стало информирование жителей об опасности использования газовых баллонов и предусмотренной за это административной ответственности. Сотрудниками УЧС активная работа с КСК ведется на постоянной основе. Председатели уведомляют об опасности использования газовых баллонов и предусмотренных за это штрафов. А те, в свою очередь, доносят информацию до жильцов. У входа в подъезд развешиваются разъяснительные листовки. В КСК «Ромашка» у меня 10 домов. Из 10 домов 7 домов подключены к природному газу. Мы сделали свои объявления, чтобы эти дома, которые не подключены, подключились. Сотрудники ЧС до этого давали памятки, развешали. Сейчас дополнительно будем вешать. Я с ними в контакте. И знаю даже до этого телефоны. И, как сказать, ведем постоянную с ними работу. Еще один важный аспект разъяснительной работы спасателей – размещение предупреждающих видеороликов на лэд-экранах в различных частях города. Чтобы информация достигла как можно большего числа жителей, разъяснительная работа проводится и с поставщиком газовых баллонов. Чтобы сведения об опасностях эксплуатации достигли каждого пользователя, памятки с предупреждением размещены на самих газовых баллонах. Важной частью информирования населения стало размещение предупреждающих памяток в общественном транспорте. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Талдыкурган в целях защиты жизни и здоровья населения города Талдыкурган провели ряд профилактических мероприятий. В связи с пандемией с 74 представителями КСК по городу было проведено онлайн-совещание. Был осуществлен объезд четырех организаций, где поставляют газовые баллоны. Управление по чрезвычайным ситуациям города напоминает, использование газового баллона в многоквартирных жилых домах запрещено и несет угрозу безопасности жизни и здоровья не только хозяев квартир, но и их соседей. Рустам Аралбаев, Ержан Дюсен, Телеканал ЖИЦУ. Следы животных обнаружены на средневековой керамической черепице Кафедрального собора Флоренции. Открытие сделали в ходе подготовки к реставрации восточной части знаменитого купола. Эксперты уверены, что отпечатки появились, когда плитку выставляли на улицу, сохнуть перед обжигом в печи. Произошло это в 15 веке в тосканском городке Импрунета, где изготавливали черепицу для Флорентийского и других соборов. Следы животных на плитке, судя по всему, мало беспокоили средневековых строителей и заказчиков. В конце концов, объясняют специалисты, это лишь незначительный поверхностный изъян, который не влиял на крепость материала. Музеи истории Кафедрального собора отмечают, что эти отпечатки представляют значительную научную ценность и лягут в основу целого комплекса исследований. По меньшей мере, 4 человека погибли в результате инцидента с сухогрузом в Черном море у берегов Турции. По версии турецких властей, судно, владельцем которого является украинская компания, затонуло из-за плохих погодных условий. В составе экипажа входили, по разным данным, 12 или 13 человек. На помощь терпящим бедствия морякам пришли турецкие спасатели. В операции были задействованы вертолеты. Пострадавших доставили в местные больницы. Инцидент произошел в воскресенье днем в районе Инкуму в провинции Бартын. Спустя несколько часов после аварии появилась информация о том, что среди членов экипажа были двое россиян. По другим данным, все моряки – граждане Украины. Затонувший в Черном море сухогруз был снят с регистрации в России в 1997 году. Алексей Навальный задержан в аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля. Основатель фонда борьбы с коррупцией вернулся в Россию из Германии после длительного курса лечения и реабилитации. Напомним, Навальный обвиняет ФСБ и президента России в покушении на убийство. В Кремле причастность к произошедшему отрицают и оспаривают данные об отравлении оппозиционера боевым химическим веществом. В России против на Алексея Навального за время его отсутствия было возбуждено новое уголовное дело. А по делу о мошенничестве со средствами и в РОШЕ ему могут изменить условный срок заключения на реальный. С такой инициативой выступила Федеральная служба исполнения наказаний. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова